В эфире Народные новости в студии Валерия Новикова. Здравствуйте! В начале выпуска его основные темы. Доставили лично в руки. Партия гуманитарного груза из Мордовии прибыла в зону СВО. Центр биотехнологии и расширения международного сотрудничества в МГУ имени Огарева прошло заседание научного совета. Новая зона отдыха. Бульвар Цаплина открылся после масштабной реконструкции. Здоровье в порядке. Спасибо прививке. Вакцинация от гриппа стартовала. Предварительные итоги приемной кампании – сотрудничество с промышленными предприятиями и расширение научной деятельности. Эти вопросы стали ключевыми на заседании ученого совета МГУ имени Огарева, которое прошло накануне начала нового учебного года. Участие во встрече принял и глава Мордовии Артем Сдунов. Ирина Семенова и Владимир Ильин с подробностями. 4 475 человек 1 сентября начнут обучение в Мордовском госуниверситете среди поступивших почти 600 иностранные студенты. Особая категория первокурсников в этом году – участники СВО, их 12, в том числе и герой России Давид Малыкин, а также их дети – всего 37 человек. Ректор МГУ имени Огарева Дмитрий Глушко отметил, что им будет оказываться всесторонняя поддержка и постоянное внимание. Также он подчеркнул, что доверие и интерес абитуриентов к ВУЗу растет. Мы выполнили государственный заказ и набрали на все бюджетные места на конкурсной основе наших студентов. Отмечу, что по сравнению с прошлым годом у нас увеличилось на 4 тысячи количество заявлений, которые поданы во время приемной кампании. Было 18 тысяч в прошлом году, а в этом году 22 тысячи. Мы при снижении в целом бюджетных мест на этот учебный год видим в то же время довольно значительный рост зачисленных студентов. Плюс 679 человек по отношению к прошлому году. Это хороший результат, потому что мы видим, что эти 679 по сути это люди, которые пришли на программы обучения на платной основе. Однако некоторые специальности остаются не слишком востребованными. У ряда направлений подготовки конкурс остался меньше двух человек на место. Ректор призвал директоров институтов, деканов факультетов и заведующих кафедрами обратить внимание на вопросы профориентации и добиться повышения этого показателя. С начала учебного года при университете заработает военный учебный центр. С 1 сентября 36 человек начнут обучение по специальности командир мотострелкового отделения сержант запаса. С 1 февраля еще 72 человека начнут получать специальность старший стрелок рядовой запаса. Продолжается развитие Огарев-арены как студенческого пространства. В дополнение к индийскому и китайскому культурным центрам здесь появится культурный центр африканских стран. А сам универсальный зал будет становиться более доступным и открытым для всех студентов ВУЗа. Продолжится и расширится сотрудничество с промышленным сектором. У нас появляются новые экономические партнеры, контрагенты, АФК-система. Мы вместе с ними сейчас уже на финальной стадии создания особоэкономической зоны. Обязательно с научным сообществом надо работать. Там и медицинское направление. И они у нас одну из клиник открываются, кстати, частных. Галина Алексеевна занимается. И Трансмашхолдинг тоже наш, уже можно сказать старый, но сейчас же партнер, который имеет свою локализацию у нас в республике. То есть с такими гигантами российского масштаба университет должен иметь сопровождение и научное. Не только промышленное, которое делает правительство. Университет продолжит заниматься передовыми исследованиями в самых актуальных областях науки. Особое внимание созданию в Мордовии Федерального центра биотехнологий. Это для нас, наверное, сейчас главный шанс попасть во вторую, основную, более капитализированную часть приоритета 2030. Поэтому продолжаем работу с Миннауки, продолжаем работу с Российской академией наук. Еще одним важным примером нашего взаимодействия является решение о создании пяти лабораторий в рамках программы социально-экономического развития отдельной, которая принята тоже по решению президента Российской Федерации. Три есть уже, две у нас на подходе. Тоже прошу пользоваться, ну и давать конкретный научный и практический результат. Отдельное внимание глава Мордовии заострил на международных отношениях. Он призвал расширять географию, привлекать студентов, в частности, из арабских стран – Ирана, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов, а также активно обмениваться опытом с коллегами из разных уголков мира. Приятный момент – вручение заслуженных наград профессор Михаил Романов. Более 45 лет отдавший медицинскому институту и воспитавший не одно поколение врачей, указом президента был удостоен звания заслуженный работник высшей школы Российской Федерации. Для республики ценное, что сделал, это организовал клиническую интернатуру. Это был единственный медицинский вуз, в котором зарплату получали, точнее, стипендию получали от Министерства образования, тогда Министерства науки высшего образования Российской Федерации, а все остальные – в лечебных учреждениях республики. То есть это копилка в бюджет республики. Это мне было особенно приятно. Советник при ректорате Марина Мартынова получила почетную грамоту президента Российской Федерации. Наградами республиканского значения отметили и ряд других сотрудников, много лет отдавших вузу. В торжественной обстановке также вручили дипломы кандидатов наук и аттестаты доцентов. Ирина Семенова, Владимир Ильин. Народные новости. Комфорт, функциональность, практичность и верность исторической составляющей бульвар Цаплина на Светтехстрое открылся после масштабной реконструкции. Обновленная зона отдыха сразу же привлекла внимание горожан. Впрочем, понемногу осваивать преображенное пространство они начали задолго до официального открытия. Поздравить местных жителей с появлением новой точки притяжения 31 августа приехал глава Мордовии Артем Сдунов. Подробнее о событии, а также о том, что на бульваре Нового, расскажут мои коллеги. Всего полгода назад о комфортном отдыхе на бульваре Цаплина не было и речи. Никаких детских площадок и лавочек, одинокие кусты и покореженный асфальт. Но даже в таком печальном виде место пользовалось популярностью. Именно поэтому больше половины участников народного голосования в 2022 году, не задумываясь, отдали свой голос за преображение бульвара. Работы начались в марте этого года, а уже за пару часов до конца календарного лета состоялось открытие. 40 миллионов вложено в обновление бульвара. Самое главное, он любим горожанами, сейчас принял новый вид. У него четкая историческая справка, и она прослеживается по территории всего бульвара. Очень хорошо мурал выглядит, который на стене. Спасибо тем, кто этим занимался, видно от души сделал. Выковечили память Павла Алексеевича. И для нас принципиально важно, что теперь это функциональная площадка, за которой хочется смотреть, где хочется отдыхать, людям любого возраста. Как выглядит лидер народного голосования сегодня, вместе с Артемом Сдуновым узнали десятки местных жителей. Они прошлись от начала до конца обновленного бульвара и сделали собственные выводы. Нравится вам? Да! Здорово! Да! Очень! Спасибо! Это, можно сказать, на святых строй будет первый бульвар такой. Очень хорошо. Спасибо администрации нашей, пролетарского района. Спасибо главе республики, что он принял, чтобы сделать. Очень красивый. Поэтому, значит, мы пролетарцы горды, что в нашем районе есть такой бульвар теперь будет. По сравнению с тем, что было, грубо говоря, два года назад, просто небо и земля, прям приятно видеть такое количество детей на самом деле. В принципе, радостных граждан нашего города. Для горожан это большое дело сделано. Отдыхать с детьми, с маленькими, взрослыми тоже. Зелень хорошо облагородили. Концепция и историческая составляющая осталась прежней, а вот его внешний вид изменился полностью. Здесь появились зоны для отдыха и занятия спортом, качели и тренажеры для взрослых и детей. Пешеходную часть расширили и замостили тротуарной плиткой. На бульваре появилось и долгожданное освещение. Хорошо. Делали вообще идеально. Конечно, лучше, чем было. Да, раньше мы сами дворником работали, убирали это все. А сейчас, вон, как сделали. Прям душа радуется. Далеко не будем ходить в парк, здесь будем обитать, ходить. Понравилось, красиво обустроили, лучше, чем было до этого. Очень красиво, уютно стало. Мне еще, как сказать, обращение к нашим гостям и жителям ближайших домов, чтобы это все берегли, охраняли, оберегали. Не мусорили, и было бы все вообще замечательно. Недостаточно озеленения и павильонов с едой. К такому выводу глава региона пришел, пообщавшись с жителями. Полгода назад деревьев здесь было намного больше, но всему свое время. Зелени не хватает, но она посажена, в принципе, ожидаем всходов. Несколько таких было вопросов по антивандальным вещам. Я думаю, мы это все сделаем. И по фасаду здания. Вот как Павла Алексеевича, видите, нарисовали красиво. Вот еще на двух фасадах, если сделаем, уже будет такой законченный вид. Отдыхать есть где, детям побегать где есть, покататься тоже. Торговые точки надо будет поставить. Но вот Игорь Юрьевич говорит, в ближайшее время реализует мороженое продавать, соки. Поэтому в остальном все очень нравится. При обсуждении перемен больше всего местных жителей волновала судьба изюминки бульвара – танка Т-34, который был установлен здесь в канун 40-летия победы в Великой Отечественной войне. Спешим успокоить. Он по-прежнему встречает прохожих на привычном месте. И сам танк, и постамент подкрасили, а лучше разглядеть все поможет специальная подсветка. Ее установили по периметру мемориального комплекса. Ирина Суконкина, Дмитрий Малахов. Народные новости. Помощь важным для всего общества людям – защитникам Отечества. Республика старается максимально оперативно отработать каждое обращение военнослужащих. На днях в зону проведения СВО доставили очередной гуманитарный груз. А также перегнали еще два УАЗа для транспортировки раненых. Сбор средств для приобретения автомобилей, их модернизацию для участия в боевых действиях и доставку курировало региональное отделение ЛДПР. Юлия Мамаева и Дмитрий Малахов встретились с членами партии, которые лично передали военным из Мордовии теплый привет из дома. Техника, которая на самом деле необходима там, на передовой, ведь именно на них медики вывозят раненых с поля боя и доставляют их в госпитале. С просьбой приобрести такие автомобили в региональное отделение ЛДПР обратились сразу два военных из Мордовии. Члены партии незамедлительно начали собирать средства. Через фонд «Северная легенда» был открыт специальный счет. В итоге необходимую сумму удалось собрать за очень короткий срок. Сначимый вклад, как и всегда, внесли предприниматели, а также просто неравнодушные жители региона. Гуманитарный груз тоже собирали всей Мордовии. Помогло руководство республики и муниципалитетов, активисты волонтерских движений. Большая благодарность главе республики Мордовия, которая все делала на личном контроле. Большая благодарность Познякову Дмитрию Александровичу, который откликнулся прямо в ту же минуту. Как у нас представитель партии говорит, Леонид Эдуардович, только плечом к плечу мы можем достигнуть победы. Александр Киселев у нас принял активное участие. Это один из участников Мордовии-Зет, который своих не бросает и помогает. Дело в том, что после приобретения УАЗов была проделана огромная работа для того, чтобы их еще подготовить к тем условиям. Потому что необходимо было их и закамуфлировать, и просто с технической точки зрения подготовить, чтобы они там не ломались. Из родной Мордовии в зону СВО важную технику перегнали сами представители ЛДПР. Евгений Тюрин уже не впервые отправился на освобожденные территории, чтобы пообщаться с бойцами и передать теплый привет из родного дома. Дорога прошла спокойно, земляков очень ждали. Всем огромное спасибо за предоставленную гуманитарную помощь, за автомобили. Многие жизни спасем на этих машинах. Всем большое спасибо. Да, как бы хочу еще добавить от себя. Сразу, фактически моментально. И чего только не бывает в нашей жизни. Передача УАЗов стала поводом для долгожданной встречи. Благодаря партии ЛДПР встретил земляка, соседа. Получается так, что встретились только здесь. Да, 8 месяцев не виделись. А вот здесь, я там. Благодаря вам все произошло такая встреча приятная. Особое место среди гуманитарки занимали посылки для одной из детских поликлиник Луганской народной республики. Туда доставили медикаменты, детские вещи, продукты питания, а также некоторую необходимую мебель. Помогать защитникам Отечества и жителям новых территорий региональное отделение ЛДПР обязательно продолжит. Акцент, как и прежде, на конкретные адресные обращения. Представители партии, как и все другие жители Мордовии, прекрасно понимают, им важно оказывать поддержку каждый день. Бойцы всегда рады любой весточке. Они общаются еще и понимают эту связь со своей республикой, понимают, что в любой момент их поддержат. Все вы знаете, что у нас в республике есть и благотворительные фонды, которые помогают, и защитники Отечества. У нас в региональном отделении работает Центр правовой помощи, поддержки членов СВО и их семей. Поэтому сеть помощи, поддержки, она существует, работает, и думаю, что будет работать. И ни одна просьба, она вообще не должна остаться без ответа. Юлия Мамаева, Дмитрий Малахов, Народные новости. День, в который скорбит вся Россия. 3 сентября жители нашей страны в очередной раз выразят свою солидарность в борьбе с терроризмом. В Мордовии пройдет множество масштабных акций. Многие из них проведут на площадке Огарев-арена МГУ имени Огарева. Юлия Мамаева и Дмитрий Малахов расскажут, в каких событиях приглашают поучаствовать жителей и гостей республики. Трагедия, которая никогда не должна повториться. В этом году исполняется 19 лет с момента теракта в школе Беслана. Он унес жизни больше 300 человек. Погибли 186 детей. Более 700 человек получили ранения. Россия помнит и скорбит по всем жертвам терроризма. Главная задача сегодня – противостоять этой глобальной угрозе. Ежегодно 3 сентября, в день солидарности в борьбе с терроризмом, в стране проводят множество акций. И Мордовия тоже никогда не остается в стороне. Эти события Беслановские – это наша общая боль, наша общая память. Потому что террористы покушаются на самое ценное, что есть у нас, на жизнь наших беззащитных детей. В этот день Мордовский государственный университет вместе со всеми тоже участвует в проведении таких мероприятий. Мы подготовили целый комплекс мероприятий, которые начнутся у нас еще 2 сентября и продлятся до 5 сентября. Для участия в памятных акциях приглашены специальные гости. Среди них участники операции по освобождению заложников Беслана. 2 сентября они встретятся в формате открытого диалога с лицеистами университета. 3 сентября мероприятия начнутся с открытия памятной доски на экономическом факультете. Она посвящена выпускнику вуза, который погиб при выполнении воинского долга в зоне проведения СВО. После чего в 12 часов стартуют акции памяти на Агарио-фарене. Наградим победителей двух республиканских конкурсов. Конкурс творческих работ Мордовии против террора, в котором участвовали дети, школьники, подростки, студенты. Эти участники выступят со своими творческими номерами, со стихами, с песнями. Другим важным событием станет открытие выставки «Современные герои антитеррора». Она расположится в холле Агарио-фарене. В составе этой экспозиции также представят несколько отдельных выставок. В том числе фотографии военкора Владимира Аносова. Здесь же можно будет увидеть рисунки, которые нарисовали к памятной дате школьники самых разных уголков Мордовии. Отдельное внимание уделят экспозиции наши герои. Она будет посвящена участникам спецоперации. Все мероприятия, которые будут проходить в Агарио-фарене, они совершенно доступны для каждого жителя Саранской республики Мордовии. Наши студенты сюда приглашены, поскольку они учатся здесь. Но мы ждем всех желающих. Выставка будет работать вот две недели точно. А дальше, в зависимости от потребностей молодежи, могут приезжать сюда и школьники, и из районов, все желающие. Мы всех с радостью встретим. 3 сентября всех жителей и гостей Саранска также приглашают в Экопарк. В 14.00 там стартует фестиваль «Дворовый друг». Он посвящен животным, которые вносят свой вклад в обеспечение нашей с вами безопасности. Ну а вечером в 18.00 на Соборной площади запланирована традиционная акция «Сердце Беслана». В память о жертвах теракта зажгут лампадки. 4 сентября на площадке «Общество знания» пройдет Республиканский молодежный форум противодействия терроризму «Общая задача». Отметим, что события и акции памяти будут проходить и в муниципальных районах республики. Юлия Мамаева, Дмитрий Малахов. Народные новости. Мордовия занимает лидирующие позиции в России в реализации программы дегазификации. Каждый день владельцы домовладений получают возможность пользоваться голубым топливом. Практически накануне их профессионального праздника за работой газовиков наблюдала наша съемочная группа. Пожалуй, никто не будет спорить, что газ – это безусловное благо для всех, но особенно ему рады те, кто проживает в сельской местности. Голубое топливо – это и отопление, и горячая вода, и незаменимая вещь на кухне. 31 августа на улице Киреева в Берсеневке работала бригада газовиков. В еще одном доме – радость. Специалисты проводят газ. Монтажники свое дело знают, смотрю, вот работают хорошо, быстро. И проекты на документацию подготовили, вот «Газпром», значит, очень, считая, быстро. И вот прошло, наверное, месяц все это, как я подал заявление, и уже уставят. Работа идет спора. Сотрудники «Газпром» газораспределения свое дело знают. Они провели врезку в газовую сеть среднего давления, установили газораспределительный шкаф, трубу подвели к границе участка. Заявок по догазификации много. Каждый день выезжаем, и каждый день практически заявки на догазификацию. В данном районе вот только на этой неделе пять домов примерно, наверное, сделали. Только вот в ближайшие сроки. И по всем остальным, по Николаевке, очень много работы. Программа догазификации в Мордовии идет успешно по нескольким причинам. Во-первых, работают профессионалы. А во-вторых, организован процесс социальной газификации по пути наибольшего удобства для населения. Вячеслав Кузьменко, Евгения Байбикова, Станислав Семен. Народные новости. Наступает осень, а вместе с ней и пора вирусных респираторных заболеваний, в числе которых и грипп. Самый его пик придется на поздние осенние месяцы, однако позаботиться о своем здоровье стоит заранее. Лучший способ – прививка. Сделать ее можно уже сейчас. Подробнее о начале вакцинации в Мордовии расскажут Ирина Радайкина и Станислав Семен. Сезон гриппа начнется примерно в ноябре-декабре. До этого момента очень важно запастись иммунитетом и пройти вакцинацию. Поликлиники и больницы Саранска к приему пациентов готовы. Ждут всех, но в особенности учителей, воспитателей, студентов, полицейских, коммунальщиков и самих работников здравоохранения. Также в зоне риска пожилые люди. На вопрос, зачем делать прививку так рано, ответ простой. Дать организму время подготовиться ко встрече с вирусом. Иммунитет формируется не сразу. Это зависит от иммунной системы человека. В основном иммунитет формируется на 8-12 сутки и до 21 дня. Если вы хотите защитить свой организм в осенне-зимний период, нужно приходить на вакцинацию уже сейчас. Пациентов в республиканской больнице номер один пока немного, но желающие вакцинироваться уже есть. В день делают порядка 20-25 прививок. Перед этим обязательный осмотр у врача. Если противопоказаний нет, можно смело иммунизироваться. Вакцины в наличии две. Трехкомпонентный СОВИ-грипп и четырехкомпонентный Ультрекс-квадри. Они защитят от самых распространенных вирусных штаммов. Всемирная организация здравоохранения чаще всего отбирает те штаммы гриппа, которые возможны к циркуляции в эпидемиологический сезон 2023-2024. В данной вакцине СОВИ-грипп находятся протективные белки поверхностных и внутренних антигенов вируса гриппа А двух штаммов и вируса гриппа В. Вакцины переносятся очень хорошо. Бывают местные реакции. Это все, как мы всех предупреждаем своих пациентов о том, что они возможны. Обычно они длятся не более одного дня. Прививочная кампания в Мордовии началась 15 августа. Всего в планах вакцинировать не менее 60% населения. Врачи напоминают, лучше сделать прививку 1 сентября, чем 31 декабря под бой курантов лежать с температурой дома. Ирина Радайкина, Станислав Семин. Народные новости. В Мордовии активно строится жилье. К новоселью, как правило, уже есть возможность подключить быстрый и качественный интернет и другие цифровые сервисы. Все благодаря компании Ростелеком, которая подключает к оптоволокну новые многоквартирные дома по всей республике. Сколько семей в этом году стали абонентами одного из крупнейших российских провайдеров, знают Ирина Семенова и Владимир Ильин. Еще до заселения первых жильцов в новую многоэтажку дом уже готов к подключению к сети интернет. Ростелеком строит оптическую сеть одновременно с возведением новостроек, чтобы семьи могли быстро получить доступ к цифровым сервисам. Так и сделал Василий Урюпин из Рузаевки. Качеством услуг абонент доволен. Еще до заселения узнали, что дом подключен к скоростному интернету от Ростелекома. Так как мы пользовались услугами данного провайдера, не задумываясь, создали заявку на подключение. Так как качество нас устраивало. Теперь в новой квартире мы можем спокойно пользоваться скоростным интернетом. Интернет – это еще не все. Для новых абонентов Ростелеком приготовил комбинированную линейку тарифных планов технологии выгоды навсегда. В стартовый пакет входят высокоскоростной интернет до 100 мегабит в секунду, 2000 минут сотовой связи, 500 смс, 50 гигабайт мобильного интернета, интерактивное телевидение и видеосервис ВИНК. В нем доступны 192 канала, а также около 25 тысяч фильмов и сериалов. А самое главное – стоимость фиксированная, и тарифы повышаться не будут. Все это базовые услуги, оптическая инфраструктура, созданная в новых домах, способна и на большее. ТСЖ и управляющие компании с помощью сетей Ростелекома могут организовать подключение видеонаблюдения в подъездах и во дворах, а также установить умные домофоны и шлагбаумы. Новые жилые дома в Рузаевке не единственные, где уже есть оптоволокно от Ростелекома. Коммуникации уже прокладывают и в новом микрорайоне Нахимаше в Саранске. Новый дом, новая квартира, новая жизнь. Именно под таким лозунгом компания Ростелеком заходит в новые дома, многоэтажки и строит высокоскоростные цифровые сети. 90%, 98% уже таких сетей и многоэтажек покрыто сетями Ростелеком. А это значит, что более 8 тысяч семей уже получили доступ к современным сервисам, таким как высокоскоростной и стабильный интернет до 500 мегабит в секунду, интерактивное телевидение ВИНК, возможность развернуть систему умного дома, ну и интеллектуальное видеонаблюдение и прочие услуги, сервисы, которые могут получить люди. В этом году в Саранске, Рузаевке, Инсаре и в поселке Тургенево Ордатовского района доступ к современным цифровым услугам получили более 300 семей. До конца года оптоволокно планируют провести еще в 19 новостроек. Доступ к сети интернет получат более 2 тысяч семей. Узнать дополнительную информацию и оставить заявку на подключение можно на сайте компании www.art.ru или по бесплатному телефону 8 800 1800. Ирина Семенова, Владимир Ильин, Народные новости. Сотрудники правоохранительных органов переведены на усиленный вариант несения службы. Причина – стремление обеспечить безопасность в день знаний. Образовательные учреждения, в которых совсем скоро вновь начнутся уроки, прошли проверку. Кинологи и их служебные собаки внимательно исследовали школьные коридоры, классы, а также прилегающую к ней территорию на наличие взрывчатки. Не оставят школы без охраны и 1 сентября. Наряды комплексных сил полиции, задействованных по обеспечению общественного порядка на улицах и других общественных местах, будут максимально приближены к образовательным учреждениям. По отдельным планам предусмотрено обеспечение безопасности дорожного движения, личной и имущественной безопасности граждан. Сотрудники полиции напоминают всем, что нужно быть внимательными, если вы увидите подозрительные предметы или автомобиль незамедлительно. Сообщите об этом в дежурную часть республиканского МВД по телефонам, которые вы видите на своем экране. Помните, безопасность превыше всего. 31 августа во Дворце водных видов спорта в рамках спартакиада среди главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации Приволжского федерального округа стартовали соревнования по плаванию. Кто участвовал в заплывах и удалось ли команде из Мордовии вырваться в лидеры, знают Ирина Суконкина и Владимир Ильин. Всегда быть в отличной физической форме – основа профессиональной подготовки сотрудников МЧС. Они должны быстро бегать, высоко прыгать и ловко плавать. Оценивать их мастерство и скорость на соревнованиях будет целая команда профессиональных судей. Участникам предстоит пройти два испытания – индивидуальный заплыв и командную эстафету 4 по 50 метров. Мы ждем, чтобы спортсмены показали хорошие достойные результаты, проплыли по лучшему своему времени и чтобы победил сильнейший. Большая часть участников – непрофессиональные пловцы, скорее любители, поэтому все дистанции проходят в вольном стиле. Мордовию на соревнованиях представляет команда из четырех человек. Высоких достижений их плавания на их счету пока нет. Вся надежда на новые старты. Мы сдаем на классность раз в три года. И я показала хороший результат, мне обязательно сюда на соревнования. Попытаюсь вложиться на все 100%, которые во мне есть. В личной первенстве в команде, к сожалению, нам не удавалось, так скажем, получить призовые места. Но я надеюсь, что эти соревнования будут гораздо лучше, чем предыдущие. И будем надеяться на нашу победу. За места борются 84 спортсмена из 14 субъектов Российской Федерации. Они сразятся как в общекомандах, так и в личном зачетах. Сейчас они разминаются, а буквально через пять минут спортсмены встретятся на старте в заплывах вольным стилем на 100 метров. Первыми в воду погрузились девушки. Соревнования для них проходят в двух возрастных категориях. Среди женщин от 36 лет и старше победу одержала Евгения Матвеева из Нижегородской области. В категории от 18 до 35 лучшей оказалась Элина Яникеева из Пензенской области. Следом за ними на старт вышли мужчины до 30, 40 и старше. Два первых места отправились в Кировскую область, одно в Пензу. Егору Фадейкину из Мордовии удалось вырвать второе место. Бесспорным лидером соревнований стали спортсмены из Кировской области. Они набрали больше всего очков в личном и общекомандном зачетах, а также оказались быстрее всех в смешанной эстафете. Ирина Суконкина, Владимир Ильин. Народные новости. Застать врасплох. Именно к этому стремятся мошенники, когда звонят в неурочный час. С просонья человеку легче поверить в любую небылицу. Помните об этом, услышав телефонный звонок с незнакомого номера ночью. Здравый смысл поможет уберечь нервы и деньги. Ну а для закрепления в памяти этой информации прямо сейчас предлагаю посмотреть короткий ролик. Уловки мошенников. Свяжитесь с родственниками и убедитесь, что с ними все в порядке. На этом у нас все. Далее вас ждет прогноз погоды. С вами была Валерия Новикова. Оставайтесь на нашем телеканале. До встречи.